Сквер у Дворца культуры имени Воровского оборудован удобными скамейками, городскими качелями, современной системой освещения, видеонаблюдения, интерактивными стендами и информационными щитами для размещения афиши Дворца культуры. Благоустроили новую зону отдыха в рамках областной программы формирования комфортной городской среды. На торжественной церемонии открытия сквера возле ДК имени Воровского собрались сотрудники Дворца культуры, жители города и представители администрации. Как отметил глава Раменского городского округа Николай Ханин, в ходе благоустройства строители опирались на архивные снимки. Новые архитектурные формы прекрасно вписались в исторический облик этого места, где воссоздали скульптуру пионер с горном и оставили нетронутым фонтан. Этот сквер у нас и несет и историческую составляющую, у нас с вами есть, и скульптурные композиции в виде пионера, который нас возвращает в прошлое, в нашу историю славную. Но современные нотки благоустройства, конечно, тоже отражены здесь. И вот сейчас мы в хор ходим, и нам здесь нравится. Я сюда с удовольствием иду, вот, я живу на другом краю Раменского и топаю сюда с удовольствием. Здесь хочется посидеть, все обновляется, все, даже скульптуры вот там мне понравилось. Пионер с горным. Пионер с горным. Это все нам ностальгия. Концепцию реконструкции сквера обсуждали совместно с жителями. Родители, обучающихся в ДК детей, выразили пожелание перенести парковку от входа во дворец культуры. Предусмотрена перехватывающая парковка. Это огромный шаг в развитии благоустройства. Это комфорт наших жителей. Сейчас организовали на 82 парковочных места. Разделили парковку для гостевую и для сотрудников Дома культуры. Замечательный сквер получается. И детям есть где же полюбоваться и покататься. В общем, молодцы. Хорошо все сделали. Мне нравится, что скульптуру поставили. Все замечательно. Саженцев у нас очень много. Смотрите, какие у нас шикарные качели нам сделали. Я думаю, что это просто. Спасибо большое администрации, что именно такой нам подарок сделали. Изюминкой сквера стала пешеходная аллея с центральной зеленой зоной. В ходе благоустройства строители старались максимально сохранить имеющиеся зеленые насаждения, а также высадили новые, в том числе изгородь из кустарников. На освободившемся от парковочных мест пространстве в летний период времени можно проводить мероприятия с выступлениями воспитанников ДК. Мероприятия будут однозначно. И я думаю, что творческий отдел Дворца культуры над этим уже работает, потому что перспективы и планы строятся. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ